Это последнее упражнение для российской сборной. На, пожалуй, самом сложном и замороченном упражнении этого чемпионата. Как вы видите, чтобы открыть окно, нужно положить мешок на специальное место. И после этого он опустится вниз, открыв мишени, которые находятся по всей площадке. Это упражнение посвящено Китаю. На нем 20 выстрелов. Есть и керамические тарелки, и попперы, и штрафные попперы, и штрафные тарелки. И, в общем, все, что только можно, здесь использовано. Наша команда представлена Аникиным Романом, Сергеем Орловым, Романом Халитовым и Олегом Кудрябцевым. В чешской команде выступает действующий на данную секунду чемпион мира Вацлав Виндушка. И он, естественно, лидер команды. Надо сказать честно, что остальные участники чешской команды сильно уступают ему в классе стрельбы. Они прекрасные стрелки, но все-таки не сравнятся по уровню с Виндушкой. И лидер команды Франции это Жером Фуаре. Он выиграл недавний чемпионат, восточно-европейский чемпионат по практической стрельбе. И он явный лидер. Второго участника сборной Франции зовут Саркис Аганесян. Он разговаривает даже по-русски. Ну, конечно, он француз, с армянскими корнями. Для ознакомления ребятам остались всего лишь полминуты. И им нужно будет быстро разбежаться и стрелять. Лучшее время на этом упражнении на данный момент это 24 секунды. За 24 секунды максимум смогли пройти это упражнение. Он очень сосредоточен. Этот матч для него дался очень тяжело. В какой-то момент он уступал по очкам. Но он собрался и сейчас находится в лидерах. От этого стейджа будет очень многое значить для него лично. И для его в целом выступления на этом чемпионате мира. Готовка очень важна. Он проверяет каждый магазин. Это своего рода ритуал. И он пристраивается, как будет брать свое оружие, как он будет к нему подвигать. У нас в России принято докладывать о готовности. Если за границей часто стрелок подходит и ему спрашивают готов, и начинают сигналить, нас же просят сигналить ему по готовности. Так, Роман готов. Пожелаем ему удачи. Пожелаем ему удачи. Почти идеально, но в конце был так называемый дострел. Дополнительный выстрел это полсекунды. И также он выбрал не совсем тот порядок поражения мишени, который планировал, но тем не менее его время 24.41. Это фактически повторение лучшего времени на этом упражнении. Сейчас стреляет второй по силе французский стрелок. И он готовится, как и все остальные, прогоняя геймплан. Да, это двойная победа. И у него больше нет магазинов. Да, это было очень неудачно. Кроме того, мы видим, что одна мишень, и вот этот попер прямо посередине остался стоять. То есть это было полное неудача на данном упражнении. И стрелок будет очень-очень сильно расширован. Пока другие стреляют, Рома Халитов раз за разом повторяет свой геймплан. Каждое действие должно быть выполнено безукоризненно. Пока восстанавливают это упражнение от прошлого стрелка и ставят мишени, Роман, как и любой другой стрелок, имеет право еще раз пройтись по нему и наметить себе ключевые точки своего геймплана. В этом окне он должен сделать 8 выстрелов. В следующем окне он должен будет сделать 4 выстрела. Две керамические мишени есть. Справа и слева. Итак, подбежать. Мешок, оружие, мешок, 2 выстрела. 4 выстрела в окно. Перезарядка, 8 выстрелов в окно, перезарядка, мешок, 4 выстрела в окно, 2 выстрела. Это было очень хорошо. Сейчас послушаем, сколько времени. Время Романа Халитова. 24.55. Потому что я прям помедленнее. Саркис, Аганисян. Небольшого роста стрелок, но достаточно быстрый. Опыт у французской сборной небольшой. У них ружье развивается только 3 года. В России же ружье развивается уже более 10 лет. Можно видеть по движениям, какие они быстрые, немного светливые. Он заряжает свое оружие. Кстати говоря, Вепрь, ВПО, 205-03. Оружие находится в положении номер 2, то есть патронник пустой. После того, как он возьмет свое ружье, ему нужно будет быстро дослать патрон в патронник. Был на экране развеяние угла безопасности. Небольшого роста и даже стреляет в нижнюю часть декорации. Вот так вот на носочках ему пришлось закончить этот стейдж. Конечно, не очень быстро и время за 30 секунд. На площадку выходит еще один член нашей сборной, Олег Кудрявцев. Он только что наблюдал, как его конкуренты по общему матчу и товарищи по сборной прошли это упражнение. Мы видели, что они показывают великолепное время, без промахов, и стреляют его за 24 с чем-то минуты. За 24 с чем-то секунды. Дадим ему подготовиться к тишине. Олег закончил, но похоже у него есть промах. На что-то судьи указали. Да, у него очень обидный промах. Мишень стоит прямо посередине. Уже мать, да? Да, обидно. Вы сами все слышали. Теперь действующий чемпион мира Вацлав Миндушка. Это целый, настоящий профессионал, монстр своего дела. Вацлав Миндушка, стрелок мировой известности. У него очень интересная Сайга 340. Вроде как сделанная в Германии. Он с ней же стреляет и в тригане. Он великолепный стрелок из пистолета. Ну, что тут говорить. Действующий чемпион мира по ружью. Мы видим, что многие снимают, в том числе американцы. Посмотрим. 24 секунды. Это было лучшее время. Стало 23. Что он покажет? Комбай! В конце немного смазал, но был очень быстро. 24-44. Сергей Орлов, член команды «Азот». Чемпион России по карабину. Он занимается ружьем уже 10 лет. Этот чемпионат для него был крайне тяжелым. Физически, морально. Но он настоящий спортсмен и стреляет до конца. Он, пожалуй, один из самых быстрых стрелков в России. И он самый опытный в плане чемпионатов мира. Для него это уже третий чемпионат мира. Не будем мешать ему напутствиями. Он сам спокойно разберется. И просто посмотрим, как он стреляет. Сергею очень важно закончить этот чемпионат на мажорной ноте. Ему очень важно хорошо отстрелять это упражнение. Как вы готовы? Комбай! Браво! Красавчик! И это было самое лучшее время на этом упражнении. Сергей закончил на мажорной ноте, показав самый быстрый результат. Браво, Сергей! Он может гордиться собой. На этом упражнении так быстро еще никто не стрелял. Мы видели, он был суперсосредоточенным. И это было главное упражнение дня. И он закончил его с лучшим временем. Российская сборная завоевала золотые медали на этом чемпионате мира. Печун с большим отрывом. Наши ребята, конечно, уже знают об этом, как я думаю. Но... Однозначно. Золотые медали у нашей сборной. Во второй раз подряд. Рома Халитов. Вот кто у нас стал чемпионом мира. Золотая медаль. Да-да, он скромничает. Но лучшее время показал на этом матче. А также... Давайте, да. Также Рома Халитов. Аникин Роман и Олег Кудрявцев. Вот так вот эти ребята приехали и победили. А мы за них порадуемся. Завтра будет дуэль. И завтра будет церемония награждения. Аникин Роман и Олег Кудрявцев. Аникин Роман и Олег Кудрявцев.